Сейчас снова возвращаемся в Берлин. Александр Новак, министр энергетики России, также вышел к прессе. Давайте послушаем. Украина. Переговоры, на мой взгляд, были конструктивные, но вначале хотел бы сказать, что, к сожалению, те договоренности, которые были достигнуты в понедельник, здесь же, в Берлине, на консультациях о том, что до 30-го числа должен поступить первый транш на счета Газпрома за ранее поставленный газ. До настоящего времени, по факту, на сегодняшний момент эти договоренности не выполнены. Тем не менее, мы приветствуем заявленное желание украинской стороны начать оплату. И в рамках сегодняшних консультаций украинская сторона заявила о том, что в 16 часов 15 минут по европейскому времени первый транш в размере 786 миллионов долларов США в качестве оплаты переведен. Фактически это означает, что на счета Газпрома эти средства сегодня не поступят. С учетом, вы знаете, правил, которые сегодня действуют по банковским операциям, подтверждение данных поступлений средств на счета Газпрома могут быть только в понедельник. В этой связи мы договорились о том, что при подтверждении Газпрома поступления средств на счета мы продолжим переговоры в части пакетного соглашения урегулирования ситуации. Это речь идет и о цене на будущие поставки и, соответственно, о графике погашения оставшейся задолженности. Надеемся, что в понедельник эти средства действительно поступят на счета и мы сможем продолжить переговоры в конструктивном ключе. К сожалению, должен констатировать, что у нас очень мало времени. Как вы знаете, в мае месяце был введен режим предоплаты и фактически со вторника он может вступить в действие. Поэтому мы находимся в таком, так называемом, цитноте. У нас очень мало времени договориться. Тем не менее, мы настроены конструктивно и надеемся, что и наши партнеры также будут настроены конструктивно. Мы не хотим, чтобы со вторника начинался режим предоплаты. Поэтому надеемся, что те договоренности и то заявление, которое сделала сегодня украинская сторона, это действительно факт, поскольку пока это только на словах, мы ни одного документа не видели. Тем не менее, мы выражаем заинтересованность и выражаем конструктивный подход, который сегодня был на переговорах. Готовы ответить на ваши вопросы. Два вопроса, пожалуйста, и представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Анна Роза, я корреспондент российской газеты Сапкор в Германии. Нам надо что-то завтра писать, и мы до сих пор не поняли, какая ситуация. Ранее вы говорили о том, что 2 миллиарда, вы запрашивали, должно быть перечислено до четверга, затем 500 миллионов до конца мая. Теперь перечислено 768, будет перечислено 768 миллионов. Это сумма, которая намного меньше той суммы, которая еще неделю назад обсуждалась. В чем причины этого? Вы играете в покер, а на самом деле готовы все-таки не перекрывать кран для газа через Украину. В любом случае, какая будет ситуация через неделю? Ситуация очень простая. Есть два контракта действующих, которые никто не отменял и которые всеми подтверждаются. В рамках этих контрактов Газпром исполняет полностью свои обязательства по поставке газа и по оплате транзита. Цена определяется формулой. И в принципе, если бы не желание украинской стороны не платить и договориться о какой-то новой цене, мы бы жили в обычной ситуации по реализации двух контрактов. И никаких бы не было вопросов. Поэтому сейчас мы готовы, как говорится, сделать добрый шаг в сторону того, чтобы предоставить какие-то скидки, рассмотреть возможность урегулирования ситуации по задолженности. Тем не менее, мы находимся в той ситуации, что уже полгода фактически задолженность за оплату поставленного газа. И начиная с февраля месяца, с конца февраля месяца, не поступает ни единого цента, ни единого доллара за поставленный газ. В этом вот и вся ситуация. Ответ на ваш вопрос, что мы ждем со стороны украинской, со стороны подтверждения начала платежей, шаг также в сторону урегулирования ситуации. И этим шагом должен стать, как минимум, первый платеж. И сегодня украинская сторона предложила оплатить неоспариваемую задолженность за февраль и за март. И фактически заявила о том, что этот платеж осуществлен. Еще раз повторяю, что фактической оплатой и фактом осуществления этих намерений будет поступление средств на счета «Газпрома», которые в соответствии с движением денежных средств через счета различных кредитных организаций могут поступить только в понедельник. Учитывая, что, как я уже вам заявил, вечером в 16.15 только подтверждение прошло нафтогаза в Украине о том, что эти средства были перечислены. И будет ли Украина платить штраф за просрочку? Абсолютно правильный вопрос, поскольку действительно в рамках консультации мы считаем, что мы должны обсуждать не только вопрос урегулирования задолженности, но и фактически возможности украинской стороны по оплате поставок в будущем по той цене, о которой мы готовы разговаривать. И это очень важный вопрос обеспечения надежности и платежеспособности нафтогаза Украины. К сожалению, там на сегодняшний день, как вы знаете, ситуация довольно тяжелая, и большая задолженность по кредитам, не до конца поступают денежные средства по поставкам газа. Мы выражаем в этой части серьезную обеспокоенность. Тем не менее, в рамках наших консультаций мы начали обсуждение вопроса оказания финансовой помощи со стороны Европейского Союза, международных кредитных организаций, украинской стороне. Как вы знаете, 26 числа на консультациях со стороны Евросоюза был озвучен план оказания такой финансовой помощи. Мы с господином Эттингером также сегодня обсуждали этот вопрос. Нам было сказано, что в ближайшие дни нам в письменном виде будет представлен такой документ, для того, чтобы мы могли его изучить, оценить его, дать свою оценку ситуации. Но в целом мы, конечно же, выражаем надежду, что будут предприняты меры, как внутри экономики Украины, позволяющие повышать платежеспособность и обеспеченность за оплату поставленного газа. Так и в случае необходимости будут оказаны механизмы помощи со стороны Международного валютного фонда, других банков, кредитных организаций и непосредственно стран-членов Евросоюза. — Разрешите еще один вопрос? — Пожалуйста. — Наталья Фибрик, Украинский канал «1 плюс 1». — Наталья Фибрик, Украинский канал «1 плюс 1». Я просто хотела уточнить, вам сегодня были или не были предоставлены документы о том, что деньги переведены? И если да, то почему сегодня нельзя было начать эти переговоры о формировании цены, а откладывать их на понедельник? Вот кому в этой цепочке перевода денег вы не доверяете? Где могут быть какие-то проблемы? Ведь, насколько мне известно, «Газпром» вне санкций Евросоюза, или, может быть, я чего-то не знаю? — Хорошо, я вроде бы до этого объяснил. Еще раз повторюсь, и, может быть, дополнительно постараюсь объяснить. Фактически документов о перечислении средств украинская сторона нам сегодня не предоставила. То есть это было только лишь на словах сегодня заявлено. И мы можем только, так сказать, верить на слово, а фактически о поступлении денежных средств узнаем в понедельник, когда деньги непосредственно будут зачислены на счета «Газпрома» в банковской организации. И эта ситуация на сегодняшний день, по факту, на сейчас. Поэтому ждем. Ну и я ранее говорил уже на предыдущих наших заявлениях, пресс-конференциях о том, что, вы знаете, на самом деле, экономические отношения двух партнеров – «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины – довольно сильно подорваны в части доверия. И вот неплатежи, которые сегодня мы видим, уже идут несколько месяцев, и задолженность накоплена почти за 10 миллиардов кубометров газа поставленного, не прибавляют доверия между отношениями двух партнеров. Поэтому, конечно же, для дальнейшего конструктивного разговора необходимы шаги, подтверждающие восстановление такого доверия. Это восстановление может быть при наличии платежей, хотя бы по той задолженности, которая не оспаривается украинской стороны. Поэтому мы ждем со стороны украинских партнеров подтверждения такого повышения доверия. – 786 миллионов долларов США – это задолженность за февраль и март месяц. – Украинской стороной, как вы знаете, не оспаривались задолженности по состоянию на 1 апреля. Это платежи за ноябрь-декабрь, февраль и март накоплены задолженность 2 миллиарда 237 миллионов долларов. – Только что господин Продуман сказал, что не устраивает платежи по 380, которые… – Мы должны тогда украинцы платить за платежи и что… – Пожалуйста, возьмите микрофон, если вы хотите задать вопрос. – Пожалуйста, возьмите микрофон. – Только что господин Продуман сказал, что единственная сумма, которая не оспаривается украинской стороной – это, собственно, сумма, которая была сегодня переведена. Все, что касается всего остального, то есть, например, за декабрь, да, по прошлому году, тогда, когда Украина платила в среднем 380, это тоже подлежит пересмотру. Это вот практически дословно я вам цитирую его. – Это новое заявление, которое не соответствует ранее сделанным заявлениям господина Продуман. Поэтому, конечно же, в этой части мы абсолютно не согласны с заявленной позицией и считаем, что действия контракта, которые были на момент ноября, декабря, первого квартала… Да и надо сказать, в сегодняшний второй квартал контракт действует. Поэтому вопрос пересмотра цены ноябрь-декабрь не обсуждается, а вопрос может обсуждаться только в будущих поставках. – Спасибо большое. – Спасибо большое. – Спасибо большое, что пришли. – Пожалуйста, обратите внимание. – Напомним, это была прямая трансляция из Берлина. Александр Новак, министр энергетики России, отвечал на вопросы журналистов по итогам переговоров. По газовой проблеме, которые проходили в формате Россия, Украина, Евросоюз.